Путин признал, что Россия впервые нанесла удар по Украине этой баллистической ракетой. Россиян готовят к ядерной войне. В России запустили серийное производство убежищ на случай ядерного взрыва. 34 предателя Украины лишены государственных наград. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ. Россия начала отправлять мужчин с оккупированных украинских территорий в российскую армию как срочников. Это новости сегодня в студии Юлия Корт. Добрый день. Путин подтвердил, что Россия нанесла удар по Украине баллистической ракетой. ...удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. Во время обращения, которое транслировали госканалы, он заявил, что российская армия нанесла по Украине удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник». В данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали ее «Орешник». Испытания прошли успешно. А вот так выглядят обломки этой российской ракеты, найденные в Днепре. Россия ударила по Днепру баллистической ракетой, вероятно, из состава ракетного комплекса «Кедр», а не «Орешником», как ранее заявил Путин. Заявили в ГУР. Медведев отреагировал на угрозы Путина. Так вот, чего вы хотели? Ну вы, черт возьми, получили это. Друг Путина, Вучич, подключился к ядерному шантажу. Он говорит, что Путин не блефует, угрожая ядерной войной. Важно, чтобы мы говорили о мире, о перемирии, потому что все ведет нас к мировой катастрофе. Если есть 10 шагов катастрофика, каяк к катастрофе, то мы уже преодолели 9. Сегодня Брянскую область обстреляли ракетами, удары российскими боеприпасами будут продолжаться. Каждый следующий шаг ведет нас к ядерному конфликту. О нем говорят, что он угрожает пустым ружьем. Если безопасность Москвы и его войск будет под угрозой, если выхода нет, я вам заранее говорю, он не будет сомневаться ни часа. Ну а Лукашенко заявил, что мир стоит на пороге Третьей мировой войны. Мы много говорим в последнее время о том, что дай бог, чтобы не началась Третья мировая война, что мы просто накануне этого страшного события. Но слава богу, как-то человечество еще тормозит и еще не окунулось в эту Третью мировую войну. Другие друзья Путина из коррумпированной Венгрии тем временем разворачивают системы ПВО из-за эскалации войны России с Украиной. Орбан заявил, что страны Запада должны очень серьезно отнестись к сделанному заявлению Путина. Что Россия обладает одной из самых мощных армий в мире, у которой есть самое современное, самое разрушительное оружие. Если в России президент что-то говорит, то это не пустые слова, это не коммуникационная уловка. Россия готовят к ядерной войне. В России запустили серийное производство убежищ на случай ядерного взрыва. Убежище модульного типа КУБ-М производят в Дзержинске Нижегородской области, рассказали в МЧС. Убежище состоит из двух частей технического блока и помещения для людей, в котором могут укрыться до 54 человек. Утверждается, что они на 48 часов защитят от светового излучения. Понятное дело, это бред. Но сколько денег на этом было украдено, разберемся в сюжете. После подписания Путиным новой ядерной доктрины в России началось серьезное производство модульных убежищ от ядерного взрыва. Мы видим, что все последние соцзапросы показывают повышение тревожности россиян. Ну и, конечно, если тебе предлагают, неважно, портативное, непортативное ядерное укрытие, то, естественно, эта тревожность не снижает и, наоборот, повышает. Я уж не говорю про то, что любое ядерное укрытие, оно не спасает от последствий в виде радиоактивного заражения. Что там 50 человек, они что, там будут всю жизнь, что ли, сидеть? Ну это просто несерьезно. По словам разработчиков, убежище на 48 часов сможет защитить от радиации, воздушной ударной волны и светового излучения от ядерного удара. Но сами же российские ученые опровергают эту информацию, ведь пережить ядерный удар, особенно если бы недалеко от эпицентра, можно только под землей. Если у вас кабинет оборудован с красным лифтом, и вы вот реально сидите над шахтой лифта, который вот при угрозе там вы прям падаете и опускаетесь там на 100 метров под землю, ну тогда вы спасете. У меня такого убежища нету, я не думаю, что у кого-нибудь, кроме вот тех 10 правителей России, такие вот условия жизни. Поэтому совет тем, кто хочет пережить ядерную зиму, не вылезайте из метро, да, ну живите в бункере, собственно, кто-то такой совет одному дедушке, видимо, дал, вот он теперь по слухам так себя и ведет. Поэтому, по словам экспертов, новость о модульных убежищах скорее для успокоения населения, а не для реальной защиты, ну и для отмывания денег, как обычно. Нету технической возможности спрятать население, сколько у нас там, 15-миллионное города, хотя бы десятую часть, хотя бы там один миллиончик из 15-ти спрятать под землю в случае действительно массированного ядерного нападения. Вот те, кто окажется в момент, не дай бог, ядерного удара под землей, в первую очередь от посетителей метро, вот этим ребятам повезет, да, ударная волна, вот это световое излучение, весь этот ужас ядерный произойдет над ними. Скорее всего, последние заявления Путина о том, что ядеркой будут отвечать на применение любого оружия, повлекли панику не на Западе, как он рассчитывал, а внутри страны. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы, имея в виду самолето-стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты. Хотя эксперты и сомневаются, что за этими словами будут стоять реальные действия. Единственное, кому ядерным оружием может принести шкоду, ущерб путинские действия, это сами россияне, и это сама Российская Федерация. То, что такое, опять же, по-твоему, оружие будет использовано против стран НАТО, или как некоторые неадекватные у них там депутаты Госдумы говорят, что там против Соединенных Штатов, это абсолютный бред. Но российская пропаганда уже наводнила эфир и мысль, что ядерная эскалация может наступить уже буквально на днях. Ответ на использование западных дальнобойных систем по территории нашей страны будет неминуемым и разрушительным для них. Я надеюсь, что там будут эту доктрину читать, и не так, как они читают Устафон, усматривая там только то, что им нужно, а доктрину во всей ее полноте и взаимосвязанности. Этот документ для меня лично, наверное, для нас всех, как бальзам на душу, и мы ждем дальнейшего развития событий, и мы больше, чем уверены, что они у нас придут в более быстрой и скорой победе. Естественно, все должны понимать, что на ядерный удар последует такой же ответ. И реально ли россияне поверят в модульные бункеры после белгородских убежищ из пенопласта? Вопрос риторический. Продолжение следует... Потеряли награды российские артисты и украинцы, которые поддерживают политику России. Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин и композитор Игорь Крутой. А также украинские певицы Ани Лорак, Каролина Куйок и Таисия Повалей. Они потеряли почетные звания народный артист Украины и заслуженный артист Украины. Виктор Медведчук, Дмитрий Табачник, Николай Азаров, Виктор Пшонко, предстоятеля Русской Православной Церкви и бывший агент КГБ, патриарх Кирилл. К 10 из них применен максимальный набор санкций. 21 вид. Речь идет не только о лишении государственных наград Украины, но и в частности о блокировании активов, аннулировании лицензий и разрешений и полном прекращении торговых операций. Для чего Путину оккупация? Во-первых, это территория. Во-вторых, люди, которые станут военными для его армии. Об этом рассказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин. Все оккупированные украинские территории россияне рассматривают как мобилизационный ресурс. Только мобилизация там проходит гораздо жестче. Появилась информация, что уже даже с оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей мобилизуют молодежь. Давно известно, что из оккупированного Крыма с Донбасса также отправляют воевать за РФ. В Донецкой и Луганской областях уже и мужчины успели закончиться за это время. Окупанты завербовали в армию РФ около 7 тысяч жителей временно оккупированных территорий с начала года. Окупационные войска намерены увеличивать показатели по мобилизации местного населения оккупированных территорий, сообщает Центр национального сопротивления. Основными причинами, почему население в оккупации идет в ряды армии РФ, является высокий уровень безработицы, сложное материальное положение и агрессивная дезинформационная кампания. Коллаборант из Донецка Пушилин стал главным сторонником новой волны мобилизации. На разных совещаниях на уровне АП и Министерства обороны Пушилин регулярно приводит в пример позитивный опыт проведения мобилизации в так называемой республике и считает, что в крайне ограниченном виде его можно повторить и на уровне всей России. Мужчин с оккупированных украинских территорий призвали в российскую армию как срочников. Об отправке в армию пишут назначенные России так называемые главы аннексированных Запорожской и Херсонских областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо. Церемония прошла в Батайске, Ростовской области и в оккупированном Симферополе. Утверждается, что новобранцев не будут отправлять на фронт, а оставят служить в других частях Южного военного округа. При этом срочники с первого дня службы могут подписать контракт с Минобороны России. Детальнее в нашем материале. Впервые в армию РФ призвали срочников из оккупированных территорий. Призывников из оккупированных частей Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины впервые отправили на срочную службу вооруженной силы РФ. Об этом сообщили главы оккупационных администраций Запорожской и Херсонской, а также российские СМИ. Я думаю, что это уже происходило, но просто про это так громко не докладывали. Значит, зачем-то им понадобилось именно громко об этом сказать. Мы же помним, как людей практически принудительно переписывали в российское гражданство. Церемония отправки в войска состоялась в субботу 16 ноября. В своих сообщениях чиновники из СМИ подчеркнули, что призывников с оккупированных территорий якобы не отправят в зону боевых действий. Ну, смотрите, призывников сразу в зону боевых действий не отправляют, потому что это запрещено российским законодательством. Но это законодательство много раз менялось, и в зону боевых действий могут отправить контрактников. Контрактников могут заставить призывников подписать контракт достаточно быстро после призыва. А уж после принесения присяги, вот и вообще практически мука. По закону не положено заставлять подписывать контракт раньше, чем они пройдут учебные сборы. Но опять-таки, это мало ли, где кому написано и предписано. Однако служить им все же придется в частях Ростовской области, Краснодарского края и оккупированном Крыму. Но есть ли и тут подвох? Как только человек подписывает контракт, так все, сразу его можно отправлять в зону боевых действий. Ну, от Ростовской области до линии фронта вообще, что называется, два шага. Там, извините, штаб располагается. При этом еще в 22-м году назначенный России глава Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что в регионе никого не будут мобилизировать и призывать в армию по меньшей мере пять лет. Они врут, как дышат. Поэтому вчера было пять лет, а сегодня уже не пять лет. Я думаю, что те пять лет говорилось для того, чтобы успокоить местное население, для того, чтобы больше людей осталось на оккупированных территориях. Они все пытались как-то перебраться обратно на украинские земли. Поэтому, по крайней мере, пытались задурить голову и сказать, что на войну отправлять не будут. Как мы видим, будут и отправляют. Между тем, жителей так называемых ДНР и ЛНР с начала полномасштабного вторжения России в Украину насильно забирали в народную милицию. И без снаряжения и подготовки отправляли на фронт, что обернулось для Кремля большими потерями. Все-таки ситуация с ДНР и ЛНР была несколько иная, чем ситуация сейчас. Это все-таки были такие абсолютно серые зоны, где Кремль, конечно, в этом участвовал, но все-таки стоял немножко в стороне. Я думаю, что в оккупированных территориях, там, в Заборошской и Херсонской, будет чуть-чуть более прилично. Да, вот они будут идти по вот этой схеме, хотя все равно они людей-то обманны. Согласно указу президента РФ, в осенний призыв в армию должны отправиться служить 133 тысячи человек. Неужели в Кремле просто не удалось собрать такое количество людей в России, что они начали заниматься таким на оккупированных территориях? Я думаю, что они в любом случае перешли бы к этим территориям, потому что им нужно максимально попытаться всех замазать кровью. Поэтому, ну как, не трогать оккупированные территории нельзя, нельзя. Эти события лишь подчеркивают привычный для Кремля подход – обещание ради видимости и действия ради выгоды. Вместо защиты жителей временно оккупированных территорий, Кремль продолжает использовать их как ресурс для своей военной машины. Это были новости сегодня, уже через пару часов в вечернем выпуске в Трэнде. Я вам расскажу, как пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины потроллил Марию Захарову прямо в прямом эфире. Создатели игры «Сталкер 2» не на шутку разозлили россиян. В Москве начали готовиться к встрече Нового года. В двух музеях на Поклонной горе проведут праздничные программы для детей в милитаристиле. Не пропустите! Увидимся в эфире!